Хотелось бы отметить, что вот если судить о Европе только по дискуссиям в нашей стране, то может сложиться впечатление, что там только и разговоров, что об Украине. Но Евросоюз в эти дни живет совсем другими заботами. Вот, например, Испания. Представьте себе, это государство на грани распада. Ну, по крайней мере, именно под такой вывод можно сделать, если посмотреть на заголовки новостей из Каталонии, автономной области в составе Испании. В это воскресенье каталонцы намерены провести референдум о независимости. И у официального Мадрида уже, похоже, заканчиваются идеи и способы остановить их. В ход пошли уже и полиция, и армия. Тему продолжит Алексей Пшемызский. Разбитые полицейские машины, стычки и десятки задержанных. В туристической Барселоне уже вторую неделю днем и ночью слышны сирены, а в город стянули тысячи правоохранителей. Люди вышли на улицы после того, как испанские власти обвинили в сепаратизме и арестовали десятерых каталонских чиновников, готовивших референдум. Большинство из этих митингующих – школьники и студенты. Центром протестов стал университет Барселоны. Уже вторую неделю несколько сот студентов ночуют в спальниках прямо здесь, на мраморном полу в главном корпусе университета. И обещают никуда не уходить, пока референдум не будет проведен. Мария здесь уже неделю. Студент факультета философии. Она уверена – без Испании каталонцы будут жить лучше. Нас притесняют. Мы не можем говорить на нашем языке наравне с тем, как испанцы говорят на своем. Мы также требуем права на индивидуальность. Испания не признает нас отдельным народом. Но мы каталонцы, мы не испанцы. Вот почему мы хотим независимость. Многие здесь уверены – власти Испании недостаточно уважают каталанский язык, который, впрочем, имеет официальный статус. У референдума есть и экономическая подоплека. Каталония – один из богатейших регионов страны. Миллионы евро от туристов, развитая торговля, несколько крупных портов. Но всем приходится делиться с Испанией. Испания всегда давила на нас. Мы никогда не хотели быть частью Испании. Да никто нас и не спрашивал. Последние 50-60 лет мы кормили государство, которое не давало нам взамен ничего. Ни экономически, ни политически. И не давало нам никаких прав. До независимости, до демократии нет тирании. Вот такие плакаты висят по всей Барселоне. Несмотря на то, что сегодня агитация уже официально запрещена, снимать их не стал никто. Ведь и сам референдум пока что вне закона. Депутат от левых республиканцев Хосе Мария Терикабрас, один из организаторов референдума, уверяет – все законно. Конституция не запрещает референдум. Это подтвердили десятки судей. Но они борются с нами, борются с людьми. Они запрещают собрания, запрещают выражать свои мысли. Мне лично это напоминает годы Франка. По его словам, референдум – крайняя мера. Каталония уже не раз пыталась добиться хотя бы расширения автономии. Но Мадрид отказывал. Они витируют все наши законы. Они витировали нашу попытку расширить автономию в 2008 году. Они не дают денег на наши социальные программы. С нами просто не хотят говорить. Но вот его коллега по Европарламенту Майте считает иначе. Каталонских политиков винит в популизме. С исторической точки зрения мы являемся страной. И с экономической точки зрения тоже. Глупо разрушать страну. Это ставит под удар будущее граждан. Сейчас происходит бардак. Это опьянение индивидуальностью, эксклюзивностью. Оно токсично. С момента возникновения Третьего рейха не было таких массовых манипуляций, как в этой части Европы. Еще две недели назад официальную позицию Мадрида озвучил глава правительства. Никакого референдума не будет. Правительство обязано и будет реагировать на любые попытки нарушить закон. И мы не примем нарушения законов. Сейчас нас заставляют делать вещи, которые мы не хотим. Но не стоит недооценивать силу испанской демократии. Взаимное обвинение испанских и каталанских политиков доходит до абсурда. Уже неделю в порту Барселоны стоит вот этот паром, Мобидада, с несколькими тысячами полицейских на борту. Его зафрактовали испанские власти, чтобы доставить правоохранителей в город. Но работники ДОКа отказались принимать судно. Полицейским попросту не дают сойти на землю. Досталось даже мультяшному персонажу, птичке Твити, которая нарисована на пароме. Сторонники референдума тут же использовали ее в агитации. После чего смешных героев на корабле завесили брезентом. С сегодняшнего дня власти активно стягивают в город полицию со всей страны, чтобы блокировать участки для голосования. Ведь местные правоохранители уже заявили, против людей не пойдут. Удастся ли политикам все же договориться и состоится ли референдум, до сих пор неизвестно. Однако здесь уже заявили, если голосования не будет, люди выйдут на улицы. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер.